Итак, соответственно, у нас сегодня четвертый улез лекбез, и напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы остановились на проблеме истины и рассматривали ее с точки зрения философии Жака Лакан, и психоанализа Жака Лакана, ибо философия это скорее то, против чего он выступал. И согласно Лакану, как мы выяснили в течение лекции, в общем-то истина понимается достаточно аристотельски, но с определенными бонусами. В общем-то истина, как мы выяснили, есть действительно совпадение, утверждение и факты. Но в то же самое время эта самая истина есть также и выпадение. Это исчезновение иных возможностей. То есть это не то, что добавляется к ситуации, а то, что из нее изымается. Соответственно, ситуация становится проще, очевидней, и более того, как я показывал на нескольких примерах, в общем-то истина совершенно никак не гарантирует отсутствие неверной информации. Истина может быть сфабрикована, и, соответственно, уже истинной она будет являться, а вот правдой нет. И согласно мнению Лакана, истина это ловушка, в которую, в общем-то, нужно постараться не попасть. И это, в общем-то, самое важное. Сегодня же мы поговорим об истине совершенно в другом ключе. В ключе я бы сказал прямо в противоположном. И, казалось, после Лакана это слово вообще уже использовать неправомочно. Лакан его вывернул, он показал изнанку истины. Истина же в классическом своем понимании, в философии, это слово уже старались избегать. Когда речь шла о философии постмодерна, в общем-то, если бы попытались утверждать какую-то объективную истину, то ничего, кроме как злорадного смеха, да, со стороны коллег, философов, вы бы не услышали. Однако, воскрешение этого слова, этого понятия произошло, и вернул этому понятию его изначальный высокий статус, как раз философ, на котором мы сегодня остановимся, и его зовут Олен Бадьюн. Как вы видите, по дате он еще живущий. Он достаточно в преклонном возрасте, и тем не менее, это наш современник. Именно ему мы обязаны переосмыслением самой сути категории истины. И нового ее типа, ее воображения. Так вот, слово истина в трудах этого мыслителя используется едва и не на каждой странице. А иногда на одной странице по нескольку раз. И на перекор всей постмодернистской моде Бадьюн, в общем-то, он не является консерватором. То есть, если мы привыкли, что постмодернисты это левые, именно они утверждали, что объективная истина, есть диктатура, от нее нужно избавиться всевозможными способами. Так вот, Бадьюн ничуть не менее левый. Бадьюн из весьма специфической семьи. Бадьюн ученик Альтюсера. То есть, Бадьюн, он не просто левый, он один из учредителей Объединенной Социалистической партии Франции. Это достаточно серьезная ячейка, которая отпочковалась от французской коммунистической партии. Когда там начались, так скажем, чрезмерные споры. И Бадьюн, он такой ярый моалист. То есть, это как раз ультралевый товарищ. Понятно, по этой причине он очень популярен в Латинской Америке. Самый читаемый философ в Латинской Америке. И несмотря на свою левизну, он стоит на очень жесткой позиции, то что истину всегда можно отличить от мнения. Мнений бывает много, а вот истины нет. И истина, согласно Бадьюн, она объективна. Другое дело, что она не может быть вечной везде. Но современная нам истина существует, и цель философии как раз и выявление этих истин. Все-таки уточню, что она не одна, их несколько, ибо процедур истины у Бадьюн несколько. О них мы еще поговорим. Немного расскажу о самом Бадьюн. Бадьюн, это действительно очень интересная фигура. Дело в том, что он вырос в семье Раймона. Бадьюн – это его отец, который был очень видным участником сопротивления в годы Второй мировой войны. И начиная с 1944 года, то есть еще война не закончилась, он уже был избран мэром Тулуза. Эту должность он занимал в течение 1958-го, то есть получается очень значительного отрезка времени, то есть 14 лет. То есть это очень высокий, во-первых, политический статус. Политика для Бадьюн играет колоссальную роль, большинство его текстов так или иначе связано именно с политикой. Вот. И во-вторых, то есть кому, как не ему, знать, что такое борьба с диктатурой. То есть его отец – участник сопротивления. То есть Бадьюн сам в это время уже что-то понимать должен был, да? То есть ему в 1944-м было 7 лет уже. То есть это не годовалый ребят. С 1967 года Бадьюн попадает в философскую группу Луи Альтюсера. Кто такой Луи Альтюсер, я рассказывать не буду, да? Это один из крупнейших методологов. Тот человек, который возродил марксизм на новом уровне. Собственно, именно в альтюсерианском измерении марксизм сейчас худо-бедно и может только существовать. Потому что более блистательного методолога в 20-м веке еще искать нужно. Его работа за Маркса есть, слава богу, на русском языке, каждый может с ней ознакомиться. Альтюсер пишет относительно просто. А во-вторых, советскому человеку все-таки читать ссылки на Маркса, в общем-то, не впервой. И более того, советский читатель может почувствовать ту разницу в акцентировке, которую смещает Альтюсер. То есть Альтюсер один из крупнейших мыслителей 20-го века. Обычно Бадью причисляют к лакониансам, а вот с этим я не соглашусь. Да, Бадью активнейшим образом используют лакановский аппарат. Мы на уровне терминологии. Однако, в своей ключевой работе, бытие и события, я ее разбирать не буду по понятной причине, она несоизмеримо сложнее тех текстов, которые я сегодня приготовил, и несоизмеримо их объемнее. Так вот, в этом труде он очень активно оспоривает как раз позицию истинного лакана. Так что считать его именно последователем лакана, в общем-то, не верно. С 69-го года Бадью преподавал в университете Парижа 8. Это такое ливатское учебное заведение. А где преподавали Дилез, где преподавал Леотар, и вот они-то и стали мишенью его полемики. То есть он с ними спорит активно, притом особенно важно, что при жизни. Есть книга на русском Бадью, Дилез, шум бытия, там как раз тоже эта полемика представлена в том числе. Это важно, почему? То, что он спорит именно с живым философом, потому что бытие и события будет спорить уже с мертвым лакана. То есть понятно, что возвратить на ту критику, которую предъявляет Бадью, может даже лаканьянец. Но было бы интересно это услышать из уст самого автора. Напомню, что Дилез и Леотар, в общем-то, были тоже левыми и весьма. Почему он с ними вступает спор? А потому что для Бадью марксизм это путь к истине нашего времени, а не способ отстаивания различных свобод. Как это понималось Леотаром и Дилезом. С Резомой у Дилеза, где вот это корневище, не имеющее каких-то господствующих направлений. Или кризис метанарратива у Франсуа Леотара. То есть кризис больших рассказов. А, конечно же, для того же самого Леотара путь к истине через марксизм будет ничем иным, как именно Леотар. Вообще Бадью, на удивление, имеет хороший иммунитет против постмодернизма. Просто на редкость. Это человек, который с 1937 года и постмодернизмом он не переболел ни разу. О чем, собственно, свидетельствует его самая важная работа, «Бытие и события» – это 1988 год. Так что с этой книгой тоже можно ознакомиться в качестве русскоязычного текста, по крайней мере, по-моему, с ее фрагментами. Не знаю, есть ли она целиком. Конечно, лучше читать в оригинале, если можете. И на самом деле, вот этот спор между Бадью и Лаканом, на мой взгляд, он, в общем-то, достаточно странный. Потому что они говорят просто о совершенно разных вещах. Точнее, говорят об одной и той же вещи, используя совершенно разные терминологии. Вообще, Лакану было свойственно брать терминологию философскую и наделять ее иным смыслом. Но Бадью, как философ, стоит на позиции, в общем-то, типичной для философии. И если суть истины по Бадью – это преданность событию, что есть события, мы сегодня поговорим еще, это ключевая категория философии – Бадью. Так вот, для Лакана, на самом деле, это тоже очень важная категория. Только Лакан именует ее по-другому. Он называет это настоятельность. То есть, настоятельность и преданность событию. Настоятельность Лакана и преданность событию Бадью – это почти одно и то же. С разной позиции, безусловно, взгляд, позиции философской и психоаналитической – это разные позиции. Но, в принципе, они в этом не противоречат друг другу. Другое дело, что они словом истинно именуют вещи совершенно различные. Признание, широкое по-настоящему признание к Бадью приходит в 90-е годы. Как раз разошлась его книга «Бытье и события». И с 99-го он начинает преподавать в высшей нормальной школе. Это, наверное, самое престижное учебное заведение во Франции. Или одно из самых престижных. Туда вообще, в принципе, просто, даже если вы блистательно сдаете экзамен, поступить нельзя. То есть, там сначала вам нужно подготовительные курсы пройти, и среди тех, кто прошел, будет сдержайший отбор. То есть, это очень такое котирующееся учебное заведение. Его туда позвали профессором, что как раз говорит о том, что он стал действительно очень признан. Из левацкого учреждения приходит учреждение, в общем-то, академическое. И именно к этому времени, к 90-м годам, будут относиться те работы, их будет две, которые я сегодня разбил. Это 97-й год, апостол Павел, обоснование универсализма. Вот, собственно, она у меня есть передо мной. И вторая, на которой я остановлюсь в наибольшей степени, потому что она связана с искусством, это малое руководство по инэстетике. Это 98-й год. Из книг Бадью это наиболее простые. То есть, это вот, наверное, прежде всего апостол Павел, это самое простое, что он написал, ну, кроме его литературных произведений. Первая отвечает на вопрос об искусстве истины, что есть истина и как овладеть ей. Другая же, то есть, малое руководство по инэстетике, посвящена проблеме истины в искусстве. Ее я разберу в конце нашей лекции и на ней остановлюсь, конечно же, подробнее, потому что у нас курс все-таки прежде всего на искусство направлен. А эта книга предлагает радикально новый взгляд на искусство, по крайней мере, радикально новые ее осмысления. И скажу, что его, так скажем, не было, по крайней мере, со второй половины XX века до Бадью, но так точно его сформулировать, этот взгляд, смог именно Бадью. И в этом он действительно обошел, Дереза. Как истинный альтюсерианец Бадью стоит на позиции исключительно того, что философия должна заниматься вещами современными. То есть, вечные вопросы, это последнее, что его интересует. Напомню, что альтюсер создает свою уникальную систему, близкую к системе Фуко и Куна, где тоже есть нечто наподобие парадигмы. Это такие системы с асимметричной доминантой, которые постоянно смещаются, и, в общем-то, одна эпоха от другой отличается в большей степени, чем они схожи. То есть, между ними пролегает разрыв. Ну, эпистемологический разрыв, термин, правда, не альтюсера, термин Гастона-Башляра, но, в общем-то, его активнейшим образом эксплуатируют все философы XX века. И, в общем-то, они говорят о вещах похожих. Соответственно, Бадью разделяет эту позицию, а значит, его мысль будет направлена только на актуальное поле, на современное, на пространство. И так же, как и большинство других французских философов, Бадью объединяет политические интенсии и интенсии философские. То есть, для него философия по определению ангажирована политикой. И не должна от нее отгораживаться никаким образом. Напомню, что эту линию закладывает еще Сарт в середине XX столетия. И по его стопам пошли и Фуко, и Альтюсер, и Дилес, и много кто еще. Когда люди участвовали в митингах, людей забирали в обезьяннике. И, в общем-то, для французской философской мысли это является скорее нормой, чем исключением. Наиболее же интересен, на мой взгляд, Бадью тем, что он отказывается признавать фактически весь основной арсенал постмодернистской философии. Дегуманизацию, конец истории, относительность всех идей. В общем-то, все, что было наработано в качестве мусора в процессе становления постмодерна, и что часто с ним, к сожалению, и отождествляется, все это Бадью отметает сразу же. Для него существует по-прежнему категория истины, на которую нужно равняться, и эта истина может быть отличима от мнения. И, в общем-то, сегодня об этом и пойдет речь. И первая книга, на которой мы остановимся, это апостол Павел «Обоснование универсализма». Как видите, она очень тонкая. Это не значит, что там мало чего написано. Я не полезу в те дебри, где Бадью анализирует именно ситуацию паулианскую. То есть я не буду разбираться с ранним христианством с точки зрения Бадью. Во-первых, у меня нет никаких гарантий, что это легитимный подход к раннему христианству, хотя фигура Бадью, конечно же, внушает доверие, и он не мог не советоваться со специалистом. Да и, повторюсь, исходя из самой его интенции, его меньше всего интересует, что происходило в начале новой эры, если это нельзя применить сейчас. Я остановлюсь только на тех позициях, которые помогут нам раскрыть, что есть истина с точки зрения Бадью, и раскрыть это на примере учения апостола Павла, а не само, так скажем, учение апостола Павла с точки зрения Бадью. Поэтому я, так скажем, из всей этой книги буду заимствовать, но, может быть, третьей для сегодняшнего рассказа. Не нужно считать, что то, что вы сейчас послушаете, есть пересказ в этой книге, тем более, что это и не пересказ. На чем останавливается Бадью? Бадью останавливается весьма на интересной фразе, как субъект структурирует себя с помощью той истины, которую он декларирует. И для того, чтобы это выяснить и доказать, ему приходится найти, что, собственно, есть ключевое в христианстве по Павлу. Что есть вот точка сердца этой декларации, которая при ее произнесении и утверждает субъекта, как субъекта истины. И он говорит, что, в общем-то, всю суть паулианского христианства можно свести к одной единственной фразе из двух слов состоящих. Иисус воскрес. Именно в такой вор, да не Христос. И что из этого следует? А следует из этого то, что христианин – это тот, кто декларирует эту фразу. Таким образом, субъект декларирует истину, и тем самым данная истина структурирует этого субъекта. То есть его единственной идентичностью является истина, которая сама основана лишь на том, что он ее декларирует. Вот такой взаимный, достаточно сложный процесс. Таким образом, субъект, который может декларировать эту истину, оказывается универсальным субъектом. То есть в отличие, допустим, от субъекта иудейской культуры. То есть им не может быть любой, может быть только иудей. Здесь же субъект оказывается абсолютно универсален, так как он не обладает специфичностью до тех пор, пока не начнет декларировать. Его специфичность проявляется в том, что он декларирует. То есть его специфичность – это специфичность христианина. Но христианину может стать любой. То есть тот, кто говорит «Иисус воскрес», тот, кто нарекает себя христианином, тот, кто предан этой идее, и становится специфичным только в силу этой декларации. Таким образом, ставка делается на абсолютную универсальность, вообще на тотальность. Таким образом, субъект без идентичности и закон «Истина» без опоры вместе организует каждый себя. Субъект становится субъектом, декларирующим «Истина», а «Истина» становится тем, что декларируется. И именно на этом основании оказывается истинной, так как представляет возможность занять субъекту, по сути, не существующую позицию, а значит, позицию, предоставляющую неисчерпаемые возможности. То есть, если пойти дальше, то можно сказать достаточно крамульную вещь, что, в общем-то, для паулианства абсолютно все равно, имело ли место реальное воскресение этого самого Христа. То есть, это становится событием ввиду того, что декларация подобной истины создает такие условия между этой истиной и субъектом, которые позволяют субъекту занять ранее несуществующую позицию и открывают его взглядом практически неограниченные возможности. Вот это и есть событие. Вот это и есть подлинное событие, которое произошло в начале новой эры, но оно интересно лишь тем для нас, что оно является хорошей демонстрацией, что есть такое событие по Баджину. То есть, событием был не факт воскресения. Событием является предоставленная возможность встать на эту позицию. Позицию, которой ранее не было. И позицию, по сути, несуществующую. То есть, это позиция, которая выносит нашу точку зрения, по сути, за пределы мира. Истина ни на чем не основана, оказывается. То есть, ее не нужно ничем подтверждать, ибо если мы ее подтвердим, она перестанет быть истиной. Истиной будет то, что ее подтвердило. Если оно не имеет никаких подтверждений. Если оно имеет подтверждение, тогда бесконечность, порочная грудь. Именно это, с точки зрения Бадьюи, является ключевой находкой Павла, то, что он понял, что истинно то, что не нуждается в верификации. Истинно. Истинно уже в том, что данную позицию можно заметить. Если субъект может выстроить по отношению к этой истине такие отношения, которые будут его определять иным образом, то, в общем-то, это уже является доказательством, здесь плохое слово, подтверждением истинности данной позиции. С точки зрения Бадьюи существует, на самом деле, не одна истина, а четыре процедуры истины. Они, с его точки зрения, представлены всегда, но это не значит, что это вечная истина, ибо в каждую эпоху они совсем отличаются. Это именно четыре процедуры. Это, собственно, искусство, это наука, это политика и это любовь. И эти четыре процедуры пытаются все время подменить. Здесь, как мне кажется, Бадьюи испытывает определенное влияние Хайдегера с возобвением бытия. То есть, вот эти четыре процедуры подменяются, соответственно, искусство на культуру, наука на технику, политика на управление и любовь на сексуальность. То есть, вот эти четыре процедуры истины все время замещаются тем, что, в общем-то, ими не является. Все такими дженериками. Для демонстрации христианской истины Бадью на самом деле лезет достаточно далеко. Он берет греческие слова, использующиеся в Писании. Он берет три ключевые христианские добродетели и интерпретирует их таким образом, как они понимались в начале новой эпохи. И, в общем-то, это многое проясняет. Это позволяет ему вписать Павла в специфическую модель философии. Хотя, конечно, Павел антифилософ. Слово «пистис» ключевое для христианства, вера. Бадью предлагает переводить словом «убеждение». Это, в общем-то, лево. То есть, это не чувство, а преданность, укорененность в той истине, которую субъект декларирует. Потому что, собственно, от его декларации истинность – это истина. Простите за токтологию. И зависит. То есть, получается, вера – это убеждение. Вера – это преданность событию. Вот что такое вера. Чувство веры быть не может. Тем более эмоции. Если чувства мы хоть понимаем юргианские, как систему ценностей, то, наверное, может быть. Знаете, это то, что это занимает вершину ценностей. А если понимать чувства как эмоцию, то, в общем-то, это абсурдное понятие. И по этой причине, в общем-то, понятно, что оскорбить чувства верующих невозможно. Потому что это не эмоции. Это позиция. И позиция, естественно, того, кто в этом убежден. Если вы убеждены в чем-то одном, а я в другом, то, в общем-то, навряд ли вы меня оскорбите. Если вы не скажете, что это гороскопа. Ну, это специфика вашей любви. Может, было бы, правда, гороскопа. Слово агапе, милосердие и любовь, его очень переводят. С точки зрения бадью, это активное проявление убеждения своего. То есть через декларацию истину другому субъекту. То есть субъект не просто устанавливает с истиной определенные отношения, он готов этим отношением с другим поделиться. Во-первых, это открывает этой истине универсальность. То есть каждый из вас, кто примет это же убеждение, начнет его декларировать, станет таким же, как я. Вот в чем цель. И именно в этом, согласно бадью, и есть христианская любовь. Ни в чем другом. В принципиальной открытости к возможности включения в данный дискусс. То есть вам говорят, Христос, Иисус воскрес, да, здесь просто важно, Иисус воскрес. И если вы это принимаете, собственно, на вас и излили свою любовь. Если не принимаете, все равно излили, да, но это уже ваше дело. То есть вам это сказали и позволили принять эту позицию. Вот что такое любовь, согласно Павлу, по бадью. Ну, можно говорить там Павлу бадью. Чтобы было понятно, что речь идет не о Павле как таковом, ибо что говорил и думал Павле, это, наверное, час уже раскопать просто невозможно. Это же все переделано на сто раз. И мы тут послание, да, Соборное? И, наконец, третья категория, Элпис, Надежда, с точки зрения бадью, это уверенность. То есть ощущение будущего, как уже чего-то гарантированного, свершившегося. Вот что такое надежда. И в этом смысле, конечно, такую позицию, наверное, можно заметить и сейчас. Не обязательно по отношению к Христу, да, но, в общем-то, ничего глупого в учении Павла по бадью абсолютно нет. Более того, советую всем к прочтению эту книгу, то есть я не полезу в анализ павлеанских текстов. Бадью дают совершенно потрясающе. И эта книга на меня оказала в свое время очень сильное воздействие. Я вообще считаю, что это одна из лучших книг, написанных в конце 20-го столетия, и одна из самых простых. И, конечно, то, как интерпретирует Владимир Павла, совершенно потрясающе. Просто вытягивает из этого текста то, что, в общем-то, мы навряд ли могли бы помять, исходя из так называемой христианской доктрины. Но сами понимаете, что если истина и субъект истины обуславливают лишь друг друга, то ничего другого вмешаться в процедуру спасения по определению не может. То есть как бы вы ни жили, хоть вы рядом всех перережете, это не может никаким образом сказаться на том, спасетесь вы или нет. Потому что это исключительно завязано на процедуре истины и ее веры в нее, любви и надежды в том понимании, в котором это изложил Бадью. Ну, другое дело, что если вы сердце сразу же перережете, наверное, вы любовь мало примените к этому. Надо сначала предложить занять позицию истины. Но, с другой стороны, все это имеет отношение исключительно к законам социальным, а не к тому, что относится к истине. То есть для Павла разделение вот этого нижнего, так скажем, условно мира, мира, подчиняющегося определенной логике и истины, которая, в общем-то, весьма специфична, она даже не может быть фальсифицирована, истина, которая держится только на утверждении о ней, то, конечно, это разделение для него колоссально играет. И имеет значение только убежденность и декларация. В чем интерес в позиции Бадью относительно истины? Дело в том, что истина, которую он приводит в книге, посвященную апостолу Павлу, это тоже истинно выпадение, как мы ее смотрели с вами на примере Лаконьянского. То есть, ну это выпадение совершенно специфического типа. Это выпадение, которое не как у Лакана, это выпадение всех возможностей, кроме той единственной, которая, где утверждение совпало с фактом. То есть, истина в противоположное знание. Знание как множественный взгляд, да, истина как единственный. Здесь же это нечто совсем иное. Это как раз выпадение из исчисленности в неисчисляемую множественность. Это возможность занять такую точку, из которой открывается бесконечно, гипотетически бесконечное количество новых возможностей. Такое выпадение и есть, согласно Бадю, события, которые инициируют истину. Приведу понятный пример, ибо когда речь идет о философских категориях, в общем-то, без примера иногда ничего не видно. Все вы знаете, что когда эпоху барокко сменял классицизм, это вылилось в существенном упрощении и акцентуации формы. Ну, а в барокко все было очень вычурно, особенно на поздних его стадиях, а классицизм же от всего этого отказывается и дает зачастую даже примитивные конструкции. Так вот, с точки зрения Бадю и события, которое тогда произошло, а для искусства это безусловно событие, именно событие, это было не упрощением, а как раз возникновением выпадения. То есть, в предшествующей традиции было обнаружено отсутствие простоты. Не упрощалось что-то, а в загруженности был обнаружен пробел, отсутствие четкости форм и простоты, которое давало неисчерпаемые возможности к восполнению этих форм. То есть, еще более четкие формы, четкие формы такого типа, другого, третьего. Чем, собственно, и занимался классицизм? Вот что такое событие и истина по Бадю. То есть, понятно, что это истина, истина на определенном этапе времени. Если сейчас мы займемся этим же самым, это будет абсолютно инактуально. И в то же самое время это можно гарантированно отличить от мнения. То есть, чем ближе авторы подходили к демонстрации того, чего не было в барокко, тем, соответственно, ближе они были к истине классицизма. И понятно, что если вы хотите сравнить барокко и классицизм, то нужно выбирать соответствующие фигуры. Какого-нибудь сверхусложненной фуги Баха, если брать музыкальное искусство, и какую-нибудь предельно простую фактуру Лоцарта. Вот это и будет выражением истины своего времени. А если мы возьмем классицизм очень-очень витьеватый, то, что называлось иногда галантным стилем, то, в общем-то, понятно, что от истины своего времени он будет достаточно далек. Вот критерий, по которому это можно оценивать. И это не мнение. В этом Бадю абсолютно отстаивает свою позицию. Для него это принципиально важно. И таким образом понятно, что для Бадю истина и события тесно связаны с инвенцией, то есть с новизной. Но это новизна весьма специфического типа. Эта новизна проистекает из обнаруженного отсутствия. Это не то, что развивалось и еще что-то добавили. Она не добавляется, а она обнаруживает во всем предшествующем высказывании лакуну, которая является отправной точкой или столпом для следующей. Если пользоваться терминологией куна. И получается для Бадю истина – это не факт, это процесс. То есть истина и есть раскрытие этого события. То есть эта истина – это именно процесс. И в искусстве, как вы сами уже можете догадаться, получается истина может быть двух типов. Первое – это истина продолжения, условно говоря. Ну, допустим, написания Гайдену в лондонских симфоний, когда классический симфонизм уже был сформирован. То есть это нельзя сказать, что они были не своевременны. Они своевременны, они давали новое дополнение к идее идеальной формы классицизма, но они не были источником классицизма. Если Гайден был к нему причастен, но на ранних этапах, а не в конце своей жизни. То есть истина – процесс, как дополнение уже сложившегося потока, и истина – процесс, как абсолютное начало. Допустим, а там ранние додегофонные опусы Щелнберга в 20-е годы, когда никто до него не создавал серийных сочинений. И, судя по всему, чем ближе к точке-источнику находится автор, тем в большей степени истина, вот этот процесс, процесс истины, обнаруживает свою вариативность. То есть она гибче. Первые вот эти опусы, они, как правило, особенно если это не один человек, а несколько инициируют, имеют очень значительное отличие между собой. Чем больше накапливается ответов на новую вот эту пустоту, на новый вопрос возникший, тем в большей степени они уже обусловливаются не только истинным событием, но и сами друг другом. И все постепенно переходит на рельсы того, что называется трендами, или течением, направлением. И в итоге, в общем-то, несмотря на то, что событие-источник бесконечно потенциально, на самом деле оно рано или поздно застопливается. То есть исчерпывается не событие, а, так скажем, процент влияния самого события на создаваемое новое сочинение оказывается меньше, чем тех сочинений, которые уже в этом тренде были созданы. Они больше влияют, но новое, да, нежели чем сам источник пустота вот эта обнаружена. Но, вот то, что вот сейчас сказал, думаю, с этим Бадью бы согласился. А вот с тем, что сейчас скажу, наверное, не очень. Я здесь вижу не одинарный процесс, процесс с точкой источника и постепенно такую кривую падающую в негативе, да, в надеру ходящую. А я вижу здесь две линии. То есть первые примеры на самом деле не просто идеальные эталонные. Да, они, наверное, в какой-то степени наиболее непосредственно отражают обнаружившуюся пустоту. Но они и самые наивные. Они очень часто используют совершенно неподходящий инструментарий для заполнения вот этой пустоты. Точнее, не для заполнения, а для ее демонстрации. Конечно, они ее не пытаются заполнить. Они пытаются ее показать. По мере же развития тренда, по мере их становления направления, авторы все более и более подбирают верные ключи, верные инструменты для демонстрации вот этой выпавшей истины. И получается, на самом-самом конце, да, в конце уже как бы когда все исчерпано и все сказано в этом направлении, иногда появляются фигуры, которые едва ли не превосходят инициаторов. В этом направлении. Почему? Потому что оттачивается методология, оттачивается инструментарий. Ну, отличный пример в области музыки это Бах. Бах появляется абсолютно не своевременно. Бах живет тогда, когда становится классицизм. А он полностью относится к эпохе барокко. Но он доводит барокко до своей пиковой стати. Поэтому, конечно же, когда сейчас вы хотите узнать, что есть барокко в музыке, логично обратиться именно к его творчеству, ибо он демонстрирует его пиковое проявление барокко. Таким образом, мы имеем две линии. С одной стороны, от точки источника постепенно влияние самой истины сходит на нет, так как приобретаются сторонние влияния, влияние уже самих произведений на последующее. С другой же стороны, мы видим от наивного преподнесения вот этого обнаруженного отсутствия до все более и более изощренного. Таким образом, уловить и предугадать, когда будет наиболее яркая форма притворения этой истины в искусстве, в общем-то, невозможно. Тогда, когда, так скажем, эта конфигурация, как ее называют Бадью, проявит себя в наибольшей степени, это может быть источником непосредственного видения, а это может быть и более верно подобным методом для ее реализации. Как это демонстрирует Бадью на примере эпохи вредом Павла? Дело в том, что Павел тоже создает своего рода новый тренд, новое направление мыслей. Так в чем же оно было новым? До Павла в иудейском Риме, да и вообще в Римской империи, существовало два дискурса, которые Павел в своих посланиях именует обычно либо иудеи-грек, либо иудеи-язычник, что для него одно и то же. То есть иудейский дискурс, это дискурс пророческий, профитический, это дискурс знамения, и греческий философский дискурс, если угодно научный, это дискурс физиса, дискурс космоса. Если там знамение ключевая, да, позиция, то здесь ключевая позиция космоса. Павел изобретает новый дискурс, новую форму речения, апостольский дискурс, который отрицает с одной стороны ограниченность применения иудейского дискурса, но по понятной причине в дискурсе иудейском субъект истины специфичен, это иудей, другого субъекта истины быть в нем не может по определению. Соответственно, в иудейском дискурсе специфичен и субъект истины, и, соответственно, сама истина, так как это истинный иудей. В греческом же или научном дискурсе не специфичен ни субъект, ни истина. То есть есть космос, каждый из нас, если подойдет с верной точки зрения и увидит этот космос, в общем-то он его выразит одинаковым образом, что, собственно, является истинной науки. В нем не специфичен, ни истина утверждаемая, ни субъект, утверждающий эту истину. В чем же прелесть апостольского дискурса? Субъект его универсален, он не специфичен. То есть вы можете, любой из вас, стать апостолом. Апостол тот, кто берет на себя миссию декларации истинных христианств. Но истина христианства является весьма и весьма специфичной. Это истина нефальсифицируемая. Это истина, которую нельзя проверить. Она существует только в лечении субъекта. А субъект ее лечения универсален. Получается очень-очень интересная лента Мюрбюса, которую я попытался таким образом сформулировать. То есть, именно изначальная универсальность субъекта, через его декларирование истины, делает этого субъекта субъектом специфичным. А изначально он универсален. А изначальная специфичность истины, то есть истины нефальсифицируемой, через возможность декларирования ее любым субъектом, то есть универсальным субъектом, придает ей универсальные черты. В итоге мы и получаем вот такую очень оригинальную конструкцию, у которой грани на самом деле нечеткие. Они переходят одна в другую. И в которой субъект и истина не являются чем-то отдельным друг от друга. Субъект и истина верифицируют друг друга. И в то же самое время нельзя сказать, что истина основана, так скажем, подтверждается субъектом. Нет, она подтверждается не субъектом, а специфичной формой декларации истины. И через эту декларацию истина устанавливает того субъекта, который может ее декларировать. Здесь это как про курицу и яйцо. Сказать, что субъект первичен в этой схеме невозможно. И вот это и есть апостольский дискурс, который демонстрирует то, что в двух предшествующих дискурсах оказывается лакуна. Лакуна ничем не задействованная. Лакуна, которая позволяет совместить универсальность и специфичность. То есть иудейский был специфичен во всем, греческий не специфичен, универсален во всем. Здесь он совмещает, причем совмещает, конечно, единственным возможным способом. То есть универсальный субъект и специфичная истина. Наоборот, и не получится. Наоборот, получится только эклектика. Наоборот, здесь в каких-то фазах этой восьмерки может быть обратная изнанка будет тоже видно. Когда субъект будет специфичен, субъект это истина, которая открыта любому субъекту, а значит в какой-то степени универсален. Вот, в общем-то, что делает Павел. И именно это и есть пример события и истины процесса. События – это возникновение отсутствующего звена, обнаружение свободной зоны. свободная зоны. То есть не нужно думать, что если к миру добавляется нечто, бесконечность плюс один, что это значит, что все, что вы нафантазируете, будет тем же самым. Ну, во-первых, я сомневаюсь, что наши фантазии не определены полностью господствующей языковой системой, батареи означающих. А во-вторых, понимаете, здесь примечательно то, что эту позицию можно занять. Абсолютно не имеет никакого значения воскрес или не воскрес на самом деле. Оказывается, возможно занять эту позицию, а значит позиция христианина не просто существует, а открывала на тот момент неисчерпаемую возможность для интерпретации всех событий окружающего мира. И чтобы разделаться с этой книжкой, приведу пару красивых цитат. Это не из конца книжки, а из середины. Ибо, повторюсь, во всю ее я не полез, хотя советую всем. Вот что пишет про эту тему Бадди. Не сингулярность субъекта дает цену сказанному, но именно то, что он говорит, обосновывает его сингулярность. В данном случае сингулярность его совпадения с истиной. Тот, кто является субъектом истины, любви или искусства, науки или политики, знает, что он несет сокровища и что его несет беспредельная сила. Только от его субъективной слабости зависит, сможет ли проявиться эта столь шаткая истина. Лишь тогда можно сказать, что он несет, он ее в глиняном хрупком сосуде и должен неотрывно следить, чтобы тонкая и хрупкая мысль не разбилась. Ибо вместе с сосудом разобьется, рассыпется в парах его сокровища и развеется сам субъект, его анонимный носитель. Здесь абсолютно очевидно, что истина является, по сути, сингулярной этому субъекту. Истина находится только в том, что он ее декларировал. Но это позволяет ему занять ту позицию, которую без этой декларации, без этой истины, занять он не смог бы никаким возможным образом. Именно это же происходит и в политике, и в науке, и в искусстве. Но нас будет интересовать сегодня, естественно, последнее, то есть искусство. И я перехожу ко второй части нашей лекции, которая в чем-то будет проще, ибо я буду говорить более структурированные вещи, в чем-то может быть сложнее, ибо этих вещей будет больше. Рассмотрим вопрос, каково отношение истины и искусства. На этот вопрос каждая эпоха давала свой ответ, от тотального отрицания искусства до восторженного принятия. Каким образом к этому вопросу можно поступиться сегодня? Бадью предлагает это сделать не просто через сопоставление искусства и истины, а он в анализ включает так называемую эстетическую триаду, в которую помимо искусства и истины он дополняет философию. И вопрос в таком случае нужно сформулировать следующим образом. Каковы позиции искусства и философии относительно истины? В самом начале этой книги Бадью активно пользуется лаконьянским аппаратом и достаточно забавно сравнивает искусство с позицией истерика, а философию с позицией господина. И вот что он пишет. Искусство требует у философии, чтобы она определила его место по отношению к истине, но всегда недовольно полученным ответом. Достаточно интересная идея, но на самом деле лаконовский аппарат здесь вас не должен обмануть. Повторюсь, Бадью не лаконьянец, Бадью альтюссирианец и здесь он использует лаконовский аппарат тоже не совсем корректно. В том, что Бадью не лаконьянец и его сила, безусловно, и его слабость. Сила его в том, что он очень хорошо понимается философом. Он хорошо переводится на разные языки. Я уже говорил, что он, возможно, самый читаемый философ Латинской Америки. Ну и в Европе, после смерти Деррида, это, безусловно, самая главная фигура во Франции, во французской философии. Но, хороший пример в русском языке. Лакан, который жил много-много лет назад, и Бадью, который живет сейчас, так вот, лакан переведен на русский несоизмеримо, меньше объемнее, чем Бадью. На русском можно очень много книг Бадью прочесть. Не скажу, что все, всегда хочется, чтобы все было, конечно, переведено, но его книг очень много на русском, в то время как из семинаров лакана, в лучшем случае, треть переведено. Это если это хорошо, если это третий. Однако, в отличие от лакана, Бадью не производит своим словом каких-то специфических событий в обществе. То есть, сила его слова, на мой субъективный взгляд, намного меньше, чем сила слова лакана. Это мой личный взгляд, здесь к нему нужно относиться с определенной долей скепсиса, и тем не менее. То есть, если вы будете читать Бадью, нужно понимать, что те термины, которые он использует из лакана, в общем-то, немножко им передеркиваются. Они не в том же виде, в котором они представлены в философии лакана, и, в общем-то, повторюсь, лакана-ты не философия, а психоаналитическая мысль, которая оппозитно-философская. Итак, какие Бадью предлагает исторические схемы соотношения данной триады? Истина, философия, искусство. Первая схема, которую он выводит, и, наверное, исторически самая древняя, это платоновская схема, он ее именует дидактической. Согласно Платону, искусство не имеет доступа к истине. Искусство – это имитация, но искусство имитирует не сами вещи, а их эффекты. То есть, в данном случае, искусство имитирует не саму истину, а эффект истин. Или, попросту говоря, искусство – ложное. Очарование непосредственностью истины искусства – это тот ложный путь, который Платон предлагал перечеркнуть, обрубить на самом корне. В его государстве Платон предлагал изгнать всех представителей искусства из идеального сообщества, и он считал допустимым только прикладное искусство. Но в данном случае, в государстве конкретно платоновском, это были военные марши и патриотические песни. То есть, то, что может обслуживать государство. То есть, искусство по Платону может лишь придавать истине определенную долю привлекательности. Это своего рода упаковка, такая красочная упаковка, которая ничем, кроме упаковки, не является. И, в общем-то, если государство и философия возьмут вверх, то это можно как-то использовать, но не слишком интенсивно. Потому что, в общем-то, это все равно ложь. В 20 веке мы это отлично будем знать, в том числе и по нашему государству. Все тоталитарные государства будут пользоваться культурной пропагандой. Это дидактическая платоновская модель. Как вы видите, в дидактической модели эстетическая триада, это вообще не тролица. Здесь и строго иерархическая схема, где искусство, конечно, желательно, но, в общем, вообще необязательная составляющая. Вот истина нужна. Истина – это самая сердцевина ситуации, самая ее актуальная сердцевина. А философия способна понять истину и ее преподнести. Искусство – это просто обертка для этого преподнесения. Ну, чтобы оно покрасочнее было. Искусство приемлемо только на службе у государства. Есть прямо противоположная схема, самая поздняя, схема до Бадью, естественно. Это схема, которую можно назвать романтической. Ну, ее носителями или инициаторами являлись писатели и философы романтики, прежде всего ранние. И, согласно этой модели, только искусство не способно свидетельствовать об истине. Искусство способно выразить бесконечное в конечном. Мысль, согласно этой доктрине, лишь тянется к той высшей точке, в которой способно пребывать искусство. У этой модели, как вы видите, очень сильные трансцендентные основания. Так как суть ее, то есть ее основа – это подражание творческого акта художника творцу вселенной. То есть, если нет этого трансцендентного основания, то, в общем-то, эта схема работать не будет. То есть, творческий акт, любой творческий акт, есть акт познания первоначального, акта творения вселенной, то есть, того акта, когда был запущен весь мир. Филипп Лакула Барт и его соавтор Жан-Люк Нанси называли эту схему «литературный абсолют». Есть такая работа. А сведение бесконечного к конечному в этой схеме, то есть, пригвождение бесконечного к конечному времени и к конечному контексту, пространству, всегда понималось в романтической схеме как вторичное переживание распятия Христа в процессе творческого акта художника. Вот это притворение из бесконечного в конечное понималось примерно тем же, как в очеловечивании Бога, Божества. То есть, повторюсь, без трансцендентного основания у этой модели, в общем-то, шансов на выживание ноль. И к моменту распада и удела христианского метанарратива, в общем-то, эта модель себя изжила. То есть, в наше время ее встретить, ну, если и можно, то где-то в таких, несколько замшелых, с философской точки зрения, когда. Однако, этими двумя моделями положение в искусстве не исчерпывается. Как пишет Бадью, ни Спиноза, ни Декарт, ни Лебнец не противопоставляли искусство и философию. Более того, если мы полезем в глубь веков, то окажется, что даже Аристотель, в противоположность Платону, никогда не делал акцента на противопоставлении искусства и философии. Таким образом, мы можем выявить еще одну историческую модель между ими, представленными уже занимающую срединную позицию и по ее сути, и по ее времени. То есть, та Платоновская, да, это ранние романтики, там Аристотель, ну, конечно, при жизни Платону, ну, просто. А также классические философы, Спиноза, Декарт, Лебнец. Что это за модель? Ее можно назвать либо классическая, либо аристотелевская. В чем ее суть? А суть ее в следующем. Согласно Аристотелю, мимесис, то есть подорожание, не является недостатком искусства, так как искусство изначально и не претендует на утверждение истины. Искусство создает правдоподобие не для введения в заблуждение, а ради выращивания души, то есть во имя катарсиса. В таком случае искусство относится к этике, а философии, естественно, к гносиологии и антологии. То есть здесь схема, опять же, уже не триада, она развивается на части. Истина, как гносиологическая, антологическая истина, имеет отношение только к философии, а искусство имеет отношение к этике. К истине, в общем-то, она вообще никакого отношения не имеет. Дело в том, что согласно Аристотелю, правдоподобие не есть истина. Это эффект, который необходим, чтобы сместить страсти с реального объекта на объект воображаемый, и тем самым добиться очищения души. То есть искусство занимается правдоподобным вымыслом, в то время как философия занимается неправдоподобной истиной. То есть если бы истина философии была правдоподобной, то, в общем-то, не было никакой бы нужды философии. Философ тот, кто выявляет неочевидную истину, ну или если угодно неправдоподобную. Таким образом, искусство и философия здесь разведены полностью. Они никак не конкурируют, но на долю искусства отставляется только, получается, эмоциональный эффект. Ну и эффект воспитательный, да, если она отнесена к отечею. И если дидактическая схема используется во всех тоталитарных государствах, что в Третьем Рейхе, что у нас в Советском Союзе использовалась, то вот классическая схема используется во всех прочих государствах, в том числе и в нашей современной России, и во всех остальных нетоталитарных государствах современного типа. Согласно этой концепции, искусство, ну допустим, дарует вдохновение, ну можно пойти в кино, чтобы развлечься. Искусство дарует исцеление, ну тут возникают всевозможные арт-терапии, музык-терапии, прочие обребедения, идущие из психоанализа, которые, кстати, тоже считают, что искусство – это бесплатное к нему приложение. То есть в этой схеме искусство понимается либо как развлечение, либо как умиротворяющий досуг. А также, конечно же, искусство как своего рода такой культурный тренажер. Искусство позволяет вам накапливать культуральный опыт. Проживание в виртуальной ситуации значительно менее опасно, чем проживание ситуации реальной. И если у вас уже есть опыт культурный, то, возможно, он как-то вам поможет не напороться на грабли в реальной ситуации. Вот как понимается искусство, исходя из этой позиции. И несмотря на то, что 20-й век, как вы знаете, был веком разрывов, веком, который породил кучу всего нового, так вот, эти три схемы с той или иной степенью интенсивности остались на своих местах и в нем. Хотя, конечно, были представлены уже по-другому. То есть не могу сказать, что они тождественные. Но именно об этой нетождественности мы сейчас и поговорим. Первая дидактическая схема ушла в марксизм. Самый яркий представитель в искусстве этой дидактической схемы это, конечно же, Бертольд Брехт. Для Брехта истина. То есть именно не истину в искусстве, а истина как таковая. Это, естественно, это идеалектический материализм. То есть история, разворачивающаяся по определенным принципам, которые понял философ, которого звали Карл Маркс. Искусство же способно лишь предъявлять эту истину. Несмотря на то, что дидактическая схема стара как мир, она от Платона идет, а может быть даже еще раньше, из традиционного взгляда, Брехту удается на самом деле сделать невозможно. Он встает на платоновскую позицию, то есть на позицию антиискусства, и создает внутри нее ту платформу, в которой может существовать не прикладное искусство, а искусство подлинное. И в этом, конечно, гениальность Бертольд Брехта. Как ему это удается сделать? Дело в том, что цель искусства по Брехту не в создании истины, а в том, чтобы предоставить публике возможность непосредственной встречи с философской истиной, которая в мире, как правило, сокрыта и вина лишь философскому взгляду. То есть получается, цель его действовать. Это предоставление истины, а значит цель искусства – это мужество. Мужество – лицезреть истину и мужество – выдержать ее. Ну, эта тема борьбы, мужества и отвлечения от истины, наверное, наиболее ярко представлена в его ключевой пьесе, пьесе, которая имеет две редакции, которая подвергалась редактированию, это «Жизнь Галилея». 1939 год – первая редакция, и после окончания Второй мировой войны он сделал вторую редакцию. Советую, если кто-то не читал, обратиться к этому тексту. Тексты Брехта элементарно просты. Другое дело, что они очень сильны и насыщены, с точки зрения их эмоционального и смыслового содержания. Повторюсь, то, что сделал Брехт, по сути, невозможно. Он занимает позицию антиискусства и создает выдалющиеся образцы искусства. Так и вот, напомню основное положение Брехтовского театра. В Брехте актеры дистанцируются от роли, которую играют. Так называемый эффект отчуждения. То есть это антистаниславский. Актер стоит неподвижно и отторобанивает текст. Таким образом, он не имитирует истину историческую, но демонстрирует не просто истину философии, но еще тот факт, что в момент речения он рефлексирует свою имитацию истины. Вот в чем дело. То есть это двойной процесс. И именно эта двойная петля позволяет не обмануться публике, не увидеть в действии на сцене то же, что она видит в жизни. Того же, что она видит в жизни, в театре Брехта не будет. А они увидят рассуждение на тему истины, которая представлена в театре. То есть не саму сцену на какую-то заимствованную жизнь, а рефлексию этой сцены. То есть видимость становится нарочитой неправдоподобной. И этим самым снимается, соответственно, проблема искусства как лжи. которую Платон прежде всего предъявлял к искусству. И пьесы Брехта, естественно, являются иллюстрациями к истинам диалектического материализма. Но в то же самое время, повторюсь, они не могут быть к ним сведены. То есть Брехт создает нечто принципиальное, новое. Но это принципиально новое является новым внутри дидактической платоновской позиции. Противоположенность психологическому театру Станиславского, где в роль нужно вживаться, где все, что происходит на сцене, должно быть максимально правдоподобным. И, естественно, в этом правдоподобии мы сразу же узнаем о Аристотельском. где искусство должно быть правдоподобной ложью, максимально точно воссоздающей ситуацию. Да, во имя чего? Во имя катоксиса. Во имя очищения души. Романтическая схема в 20 веке прежде всего будет представлена фигурой Мартина Хайдегера и его германевтикой. Ну, наверное, вы помните, что основное положение Хайдегера это то, что философские поиски бытия приводят к забвению бытия. Чем мы больше пытаемся очистить бытие, тем больше, в общем-то, оно от нас ускользает. Но, согласно Хайдегеру, поэт способен выявить истину, вечно несокрытая. То, что Хайдегер именует словом «алетрия». Поэт непосредственно выражает истину. И это, что важно, всегда одна и даже истина. Истина бытия. Как пишет Хайдегер, это голос самого бытия. И в Бытии и Времени у Хайдегера есть такой пассаж, он настолько говорит о том, что искусство – это и есть истина прямо, что даже не верится, что это Хайдегер написал. Я приведу просто цитату. Там речь идет о скульптуре. Скульптура – это телесное воплощение истины бытия. Но понятно, что если скульптура – это телесное, музыка – звуковое и так далее. То есть он непосредственно говорит о том, что истина и искусство сингулярны. Там одно и то же. И в этом смысле он полностью стоит на позициях ранних романтиков. Третья же схема, аристотелевская, наиболее ярко представлена психоанализом. Это, думаю, понятно, даже если подходить к проблеме очень поверхностно. То есть даже профанное понимание сублимации, ключевого понятия Фрейда, как обычно понимают сублимацию, как отведение лебеденального стремления от сексуального объекта к объекту воображаемого. То есть объекту в области искусства. То есть перемещение страстей с реальности на воображаемое. Ну, в данном случае это ничем не отличается от аристотелевского катоксиса. То есть это та же самая процедура. И, естественно, в юнгианской психологии, которая тоже имеет корень психоаналитической мысли, порождается всевозможная арт-терапия, где искусство рассматривается как нечто, что может принести исцеление. Сам юнг создал Красную книгу, в которой его, так скажем, рисунки понимались им как некий процесс вожеств становления. То есть в данном случае искусство как то, что способно, способствует оздоровлению, очищению души. Абсолютно аристотелевская модель. Но, на самом деле, было бы все очень просто, если бы в 20 веке просто по-другому были вывернуты предшествующие три модели, я очень сомневаюсь, что после Хайдегера как-то может действовать романтическая схема, да и Хайдегер, в общем-то, как фигура постромантик, вполне так его туда же можно было приписать. Но, с другой стороны, в общем-то, мы не погрешили против истины, Хайдегер действительно живет в 20 веке, даже не в первой его половине. Это такой мастодонт, романтическая схема. 20 век предлагает еще одну схему, которую, в общем-то, скорее можно назвать не столько моделью, сколько мертворожденным ребенком. Это не синтез, а абсолютно бессмысленное и невообразимое смешение романтической модели и дидактической. Ее мы находим в эстетике модернизма. Модернизм критиковал искусство прошлого за его неистинность, за то, что оно лишь пышная кажимость, обманывающая человека в его ожиданиях. В то же самое время именно модернизм ставил вопрос о том, что новое искусство должно не просто служить истине, но создавать ее и созидать абсолютно новую истину, невыразимую в философии, то есть истину непосредственную. Но понятно, что первое относится к дидактической схеме, второе к романтической схеме в чистом виде. Но здесь Бадью прежде всего ссылается, конечно же, на дудаистов. Ну, как наиболее раннюю форму модернизма. Дадаизм по Бадью представляет арт-объекты, с одной стороны, контрастирующие слишком искусственному, искусству прошлого. С другой же стороны, дадаизм их позиционирует как принципиально недоступные для истолкования, то есть выходящие за пределы слова и демонстрирующие истину как таковую. То есть представляющие истину, фактически сингулярные истины. Этот мнимый синтез противоположенностей был представлен в разных направлениях 20 века, даже в сюрреализме. Эти позиции смещались в разные стороны, но всегда присутствовала эклектика платоновской позиции и романтической позиции. Как вы сами понимаете, обе эти позиции не совместимы. Это именно эклектика. На уровень синтеза эта эклектика не вышла. И Бадью именует эту модель антиклассической. Хотя, повторюсь, это даже не совсем модель. Это именно эклектика двух моделей. Потому что предшествующие модели не противоречивы. Эта модель противоречивая. И так как для Бадью любой эклектизм неприемлем, он вырабатывает свою модель, свою новую модель искусства, которую и назовет инэстетикой. Хотел бы еще сказать одну важную вещь, чтобы вы не подумали, что Бадью такой злой консерватор, то, что он вот так не любит постмодерн и даже не любит модернистов. Хотя в данном случае Дюшана иногда в России причисляют не к модернизму, а к постмодернизму. К наиболее ранней его форме. На кого? Но не суть. Важно. Дело в том, что на самом деле Бадью достаточно радикален. И в искусстве, к примеру, он один из первых мыслителей, кто всерьез заговорил о сериалистической музыке. То есть сериалистическая музыка его вполне всем устраивала. А речь идет о том, что он немного младше Пьера Мюллеза. Это, в принципе, полноправный современник, создателя классической французской сериалистической школы музыкального искусства. Так что, в общем-то, Бадью открыт новому искусству, он любит новое искусство. Другое дело, что он терпеть не может эклектику. А постмодернизм у него отождествляется исключительно с эклектизмом. Что, в общем, тоже не совсем верно, но скорость этот Бадью не полезен. То, что Бадью является радикально мыслящим, легко доказать тем, что ему удается создать четвертую схему, непротиворечивую схему соотношения искусства философии и истины, в которой искусство современности может быть понеслено. И именно ради этого мы сегодня, в общем-то, и собрались. Вот как я попытался изобразить эту модель. Для того, чтобы понять ее новаторскую суть, мне понадобится ввести два понятия. Это позиции истины, имманентность истины и специфичность истины. И с точки зрения двух этих понятий рассмотреть предшествующие три модели, тогда будет понятно, чем уникальна эта. Четвертая, предложенная Аленом Бадью. В дидактической позиции имманентность нулевая, нулевая. Так как истина в искусстве не представлена. То есть и истинность в искусстве никаким образом не представлена, и, соответственно, искусство с истиной вообще никак не соотносится. Зато специфичность огромна. Так как, в кавычках, истинное искусство, это не истина философии, а ее ложное подобие, оказывающее, заметьте, с точки зрения платоновской модели, специфически зачаровывающий эффект. То есть специфичность у искусства есть, а вот имманентности, рядоположенности, истины нет. В романтической позиции все меняется. Имманентность полная, искусство это и есть истина. Я бы даже сказал сингулярность, но воде использует слово монетность. А специфичности наоборот ноль. Почему специфичности ноль? Потому что искусство это истина божественного творения. А истина искусства это та же самая истина, что истина божественного творения. И именно поэтому искусство и ценится романтиками. Именно поэтому имманентность здесь абсолютная, в то время как специфичность искусства нулевую Казовец. Искусство демонстрирует истину божественного творения. Классическая аристотелевская позиция. Имманентность нулевая. Искусство не несет в себе истину. Специфичность также нулевая. Искусство не обладает каким-то особенным свойством выражать истину. Оно просто демонстрирует жизненный опыт высмещения с реального на воображение. Делает его менее опасным для восприятия и, соответственно, более приводным для исцеления душевных ран, ввиду его меньшей интенсивности. То есть просто искусство это некое менее интенсивное, представленное в виртуальном пространстве, даже истинно, что и в жизни. Но так как она его именно представляет, репрезентирует в самом искусстве истинную нагрошу. Истина остается по-прежнему в мире. Вот что демонстрирует классическая позиция. Имманентность нулевая. Специфичность нулевая. Искусство здесь это просто виртуальный тренажер, как я уже говорил. Позиция инэстетики базирует. Имманентность полная. Искусство равнообъемно тем истинам, которые оно создает. Искусство имманентно и сингулярно истинно. То есть искусство производит истину. А не репрезентирует или заимствует. Специфичность опять же полная. Истина искусства специфична. Она есть только в искусстве. И нигде кроме искусства. Искусство не копирует мир. Оно и есть часть мира. Причем принципиально иная, чем прочие части. Истины, порождаемые в искусстве, это порождаемые новые части нашего мира. Что же в таком случае тут делает философия? Как пишет Бадим, красота присуща девушке, с которой нас познакомили, а не сводни, которая познакомила нас с этой девушкой. Также и истина присуща событию политическому, социальному, научному или событию в искусстве. Философия же помогает подобрать инструмент, чтобы выявить, прояснить эту истину. Произвести нашу встречу с этой истиной, как с девушкой с премьерами. Но ни в коем случае не обладает правом на красоту этой девушки. То есть на истину. Философия помогает нам приблизиться к истине, отыскать ее, но не несет истины в себе. Истины есть только у политики, науки, любви и искусства. Это четыре процедуры истины. Философия зато. Все их может объединять и демонстрировать нам. Если первая схема дидактическая говорила нам, искусство это мираж, это иллюзия. Не нужно на него вообще время тратить. Это просто красивая ложь. А жизнь, она происходит в мире. И нельзя путать одно и другое. Вторая схема романтическая говорила нечто прямо противоположное. Что подлинный мир это тот, который раскрывается в произведении искусства. То, что нас окружает, это не подлинный мир. Это просто какая-то обыденная кажимость, которая в общем-то далека от истинных процессов творения, бытия. А вот художник раскрывает душу мира, а не Мумунди. И через искусство мы можем понять, как на самом деле устроен мир. Третья схема классическая аристотельская говорила, делу время, потехе час. Искусство позволяет человеку жить более насыщенной жизнью, оно компенсирует отсутствие впечатлений в реальном мире, или наоборот способно сглаживать их избыток. То есть это лекарство, а не еда. Основной в общем-то тезис аристотельской модели. Четвертая же модель, инестетика Бадью, говорит нам, что нет границы между миром и искусством. Они присутствуют в нашем бытии, и опыт, полученный от искусства, не копирует опыт жизни. Это совершенно другой опыт. Он не меньше и не больше того, который мы можем получить от политического события, допустим. То есть опыт искусства просто иной. Хотя, естественно, он и включается в мир наряду с другими процедурами истины. Получается, искусство с одной стороны более не противопоставляется реальности. Это одна из четырех частей реальности. С другой же стороны, искусство не является рядоположенным миром. То есть искусство наделено своей принципиально отличной специфической формой истины. Но что же тогда по Бадью истина в искусстве? Это важный очень момент. То, что истину Бадью определяет весьма любопытно. Его определение. Истина – это бесконечное множество. Цитирую. Бесконечность – это то, посредством чего истина ускользает от приравнивания ее к своду знаний. То есть получается, с точки зрения Бадью, истинные знания соотносятся относительно Лакана наоборот. Но если помните, у Лакана знание – это как раз множественность возможностей, да, а истина – это когда они все исчезли. У нас осталась одна единственная, которая не факт, что хоть чему-то соответствует. Здесь наоборот. Вот эта бесконечная потенциальность – это и есть истина, на которую можно равняться, а знание – это как раз исчерпанность. Однако тут встает очень важная проблема, которую нужно разрешить. Дело в том, что произведение искусства, ну вот допустим, скульптуры, оно конечное. Истина, как вы поняли, это бесконечное множество. А произведение искусства конечное сразу в трех отношениях. Оно есть конечный объект. Ну это вот именно этот конкретный паук, иногда они пауки называются, здесь она называется мама. Ну вот, в общем, смысл в том, что у нее мама, не помню, ткала или шила, и в общем, у Луизы Буржуа паук ассоциируется с матерью, с материнским началом. У нее очень много по миру таких пауков, но в общем-то вы понимаете, что вот то здание, да, Национальная галерея Канады уже этим пауком не является. То есть паук является оконченным объектом. С другой стороны, произведение искусства подчиняется греческому принципу завершенности. Не всякое, конечно, но произведение искусства по преимуществу. То есть если вы придете и к чему-нибудь присварите, это не будет этим же произведением искусства, это будет актом вандализма по отношению к нему. То есть оно завершено в том виде, в котором мы его знаем. И, наконец, третья позиция, по которой произведение искусства конечна, это то, что оно уникально во всех своих деталях. То есть этот паук отличается от других пауков, а произведения Луизы Буржуа отличаются от произведений других стультов. То есть это произведение уникально, и таким образом оно конечно еще и опосредовано. Этими тремя позициями произведение искусства демонстрирует конечность, в то время как мы уже поняли, истинное это бесконечное множество. Таким образом, как же их связать между собой? Более того, Бадью утверждает очень радикальную вещь. Он говорит, произведение искусства – это единственная конечная вещь в мире. В этом смысле он, конечно, идет несоизмеримо дальше Желеделеза, потому что, получается, одна из целей искусства – это порождение конечности. Потому что больше ничего конечного в мире просто нет. Но если истина – это множественность, и она всегда сопряжена с событием, которое есть новизна, инвенция в чистом виде, как произведение свяжется с истиной? Очень, на самом деле, хитрым образом. Вот что пишет Бадью. Истина – это художественная процедура, инициированное событие. Эта процедура состоит из произведения. То есть, произведение демонстрирует истину. Оно является даже сингулярным истиной. Но истина – это процесс. А произведение искусства – это точка на этом процессе. То есть, получается, истина – это бесконечное родовое множество конечных произведений. Вот в чем дело. Здесь Бадью вводит понятие художественной конфигурации. Оно нам понадобится, потому что, в общем-то, этот процесс, он именует художественной конфигурацией. И введение этого понятия важно, потому что, в общем-то, процесс может нас завести, истинный процесс, очень далеко от бадьюанской философии. Объясню почему. Вот как он определяет. Истина – это художественная конфигурация, инициированная в событии. Что есть художественная конфигурация? Это бесконечная потенциальность, которая открывается событием. Когда происходит событие, смещается точка отсчета, исторической или культурной ситуации, и открывается бесконечное количество ранее не существовавших возможностей. И вот это неискончаемое потенциальное количество новых возможностей в искусстве и именуется художественной конфигурацией. Ну, приведу пример. Допустим, классический жанр романа от Сервантеса до Джойса. Вот это художественная конфигурация. Понятно, что могли быть созданы еще и другие романы внутри этой художественной конфигурации. Но они не были созданы. Их могло быть создано неискончаемое множество. Но были созданы определенные. И все они и демонстрировали, или, как у Павла, декларировали свою истину. Истину этой художественной конфигурации. Или для музыки, допустим, конфигурация санатно-симфонического цикла. За эти свои два с половиной века существования он порождает множество, которое, в принципе, было потенциально бесконечным множеством. Просто возникли именно эти произведения. Но, думаю, несложно догадаться, что могли возникнуть еще и другие. И они тоже бы выражали эту же самую художественную конфигурацию. Ну, получается, ну, пример гудюанский, это, допустим, греческая трагедия от Эсхила до Еврипида. То есть, нужно понимать, что это не жанр и не форма. Это определенная именно конфигурация, которая инициируется, потом демонстрирует свою потенциальную бесконечность, и, не исчерпываясь, сменяется тогда, когда появляется новое событие. То есть, на самом деле, исчерпаться она не может. Мы сейчас тоже можем написать трагедию в духе, допустим, Еврипида. То есть, ту, которой тогда не было. Другое дело, что сейчас она не будет соотноситься с истиной, ибо сейчас истина в этом ноль. Истина уже в другом есть. Ну, получается, событие отсылает нас к возникающей пустоте, которую художественная конфигурация и обыгрывает. Но она ее не может исчерпать. Художественная конфигурация меняется не тогда, когда она себя исчерпает, а когда появляется новое событие. То есть, конфигурация себя исчерпать вообще не может, в принципе. То есть, если она может себя исчерпать, значит, это не истина. Истина – это потенциально бесконечное множество. И только это и позволяет определить истинность позиции. Ну, как я уже вам говорил, в области музыки, когда барокко сменяется на классицизм, это было не, так скажем, отказ от излишества, а обнаружение нехватки. Вот это принципиальная точка, позволяющая определить позицию. То есть, позиция падью относительно события – это не дополнение, а обнаружение нехватки. То есть, классицизм не отказался от излишеств барока, а обнаружил нехватку строгой формы. Вот что важно. И если мы будем понимать все остальные, смену художественных конфигураций таким образом, то, в общем-то, вы самостоятельно можете проделать эту процедуру, а поверьте, она работает. Бадью очень тесно связан с искусством. Я уже упоминал, что он сам пишет, в том числе и творческая личность, не только философ. И, в общем-то, по крайней мере, некоторые виды искусства он знает очень хорошо. Поэзию, по крайней мере, французскую поэзию. То есть, театральное мастерство. Есть рапсодия для театра, такая вещь на русском языке. А в инэстетике он обращается к анализу достаточно большого количества произведений искусства и делает это очень глубоко. Самая же важная мысль, наверное, которую предлагает нам Бадью, это то, что осмысление конфигурации происходит не извне, при помощи философской мысли, а в составляющих ее произведениях искусства. То есть, появляющаяся вот эта пустота, допустим, в эпоху классицизма обнаружилась нехватка строгой формы. Так вот, эта нехватка осмысляется не философами, а в теми авторами, которые создают оформленные произведения искусства. Каждое из этих произведений искусства включается в процесс истины, потенциально бесконечной, который и есть осмысление данной конфигурации, данного отсутствия, данного события. Событие, получается, источник этой конфигурации. И это, конечно, очень глубокая мысль, потому что в данном случае искусство порождает истину. Но истину весьма специфическую, истину сингулярную тем произведениям, которым мы имеем. То есть, роман какой-нибудь, или какая-нибудь музыка не выражает какой-то смысл философства. Она выражает тот смысл самим фактом своего притворения в данной форме. Вот это и есть осмысление художественной конфигурации. Все, что там вы найдете другого, является его побочкой. Факт. И в таком случае задача философии становится как раз задачей воспитательной. Получается, интерпретация произведений искусства это теперь не раскрытие их истины, а включение произведений искусства в воспитательный процесс. То есть, да, объяснять их нужно. И я это делаю на своих лекциях. И Бадью подчас интерпретирует какие-то произведения. Но он стоит очень жестко на позиции то, что вот это объяснение это лишь форма взаимосвязи, установления взаимодействия между, допустим, истинной произведения искусства и истинной политической. Потому что сами по себе они никак не связаны. Они являются декларациями различных истин. Вот в чем дело. Получается, в философии есть универсальная медианта, связывающая четыре процедуры истины, которые Бадью обозначает в своей работе. То есть, науку, политику, искусство и любовь. Ну, или человеческие взаимоотношения с другом. И эта позиция очень интересна, потому что здесь Бадью идет несоизмеримо дальше, чем Жильделез, и главное, он несоизмеримо последовательно. То есть, получается, исходя из взглядов Бадью, во-первых, можно определить, что есть истина, а что истиной не является, если глубоко проанализировать ситуацию. А во-вторых, снимается всяческое противопоставление искусства, и искусственного, соответственно, и так называемого естественного, или мира. Каким на самом деле грешит и современный обыденный разум, не только древние философии, поверьте. Вообще, на самом деле, этим можно намного расширить мысль Бадью. То есть, понимаете, что есть искусство? Искусство есть искусственное. То, что создано человеком. Противовес естественному тому, что как будто бы есть и так. На самом деле, вот это разделение, оно очень глупое, но в наши дни, почему-то, оно иногда приобретает какой-то крайне вопиющие формы в такой профанной жизни, выходящей иногда в том, что человек решает бросить городскую, якобы, искусственную жизнь, уехать куда-нибудь за город. И самое любопытное, что обычно эти фанаты естественного, речь идет о так называемых дачниках, вот, они на своих грядках выращивают культивированные сорта ягоды и овощи. То есть, заведомо искусственные. Если совсем доводить это до абсурда, то, в общем-то, картошки не место в евразийском континенте. Это естественно. А на самом деле, здесь имеет место очень глубокое противопоставление, противопоставление, которое, мне кажется, наиболее блистательно в произведениях искусства представлено в картине Дэнни Бойла «Пекло», где противопоставляются две позиции. Одна позиция, где человеческие действия считаются инородными по отношению к миру, и другая, где человек, человеческий взгляд, любые человеческие действия вписаны в саму картину мира. Понимаете, на самом деле, если уж речь идет о естественном, сам наш взгляд уже изменяет это самое прекрасное, естественное, но искусственное. Дело его человека разменное. Так у Дэнни Бойла в «Пекле» есть два капитана, точнее, один физик, а другой капитан корабля. «Корабля», причем речь идет о будущем, то есть это фантастическая кинолента, и один занимает позицию такого жесткого-жесткого фундаменталистского креационизма. То есть вот есть мир, он создан Богом, а человек, если он в это вмешивается, это типа паразит в саду Эдемском, да, такой. У Джо Данта есть на эту тему кинолента забавная, где людей вытравляют постепенно с мира, потому что они паразиты. То есть, повторюсь, речь идет о том, что это снимают современные кинорежиссеры, которые скорее тяготеют к сторону коммерческого кино, но вроде и не совсем. То есть это все-таки вроде как независимое кино. Не авторское, но все-таки. С другой же стороны, есть позиция манифистанционализма, когда человеческая воля включена в мир как таковой, или если мы стоим на позиции религиозной, включена в замысел Создателя. То есть, если не сделали, это не значит, что это не предполагалось, а значит, что, в общем-то, мы не смогли сделать то, что могли. То, что не воплотили чечаение, которое на нас возлагалось. И это очень хорошо на самом деле отсылает, помните, я зачитывал цитату из Бадью, где он говорит о том, что истина, которую мы несем, это вот хрупкий сосуд. Если мы чуть-чуть там не доработаем, если мы чуть-чуть не вложим в нее вообще все до последней капли, что можем вложить, то, в общем-то, она и не состоится. Потому что истина – это процесс. Истина – это не разорение. Истина – это не какое-то внешнее данность. Вот есть истина, а есть произведение искусства. И мы смотрим, хорошо мы эту истину в этом произведении искусства воплотили или плохо. Нет. Те произведения искусства, которые воплощаются, создаются, они и есть эта истина. И вот как их воплотит создатель, то есть в данном случае художник, так, соответственно, это истина и будет представлена. Никакой другой истины в искусстве нет. И повторюсь, несмотря на то, что фильм абсолютно коммерческий, советую его посмотреть, потому что он показывает актуальную ситуацию. Потому что сейчас вот этот фундаменталистский вот око-креационизм очень силен. Казалось бы, вот ему в 21 веке вообще не место. И тем не менее. Поэтому мысль Бадью, как бы она ни казалась понятной, и даже, я не думаю, что вам есть что-то ему возразить. То есть она вроде бы очевидна. Но вот эта последовательная последовательная и логическая цепь доказательств, она сейчас важна как никогда. Потому что, в общем-то, на фундаменталистский креационизм можно отвечать только одним. Можно показывать его противоречивые основания. Основания его противоречивых. Если как он считает, ну, исходя из религиозной позиции его фильм религиозный, что человек есть создание Бога, то, значит, все, что может сделать человек, тоже включено в этот замысел Творца. Другое дело, что человек может идти по пути истины, а может идти и против него. В общем-то, на этом же и стоит Бадью. То есть Бадью не будет вам во что бы то ни стало доказывать, что Бога нет. Это ему неинтересно. Он показывает те основания философские, которые есть, как в позиции апостола Павла. И неудивительно, что в таком случае, так скажем, тотальный марксист, человек, который, естественно, полностью отрицает религию, пишет книгу о Павле, где он восхваляет апостола Павла. И повторюсь, это одна из самых глубоких книг по раненому христианству. Я не являюсь специалистом в этой области, но я очень много читал на эту тему. И это одна из самых ярких книг на этой тему. При том, что, естественно, в Бога он не верит. Здесь вопрос не об этом. Насколько убедительно и противоречиво и непротиворечиво основание того, что мы имеем в виде креационизма и манифицициализма, соответственно. Если мы считаем, что человек находится вне всего мира, то, наверное, это очень большая роскошь, так полагать. Что мы настолько уникальны, что вынесены вообще за пределы Вселенной и искусство настолько уж уникально, что оно не является частью мира как такового. Другое дело, что оно является специфической частью, но, естественно, оно в него также входит наравне с так называемой объективной реальностью. И от нее в этом смысле ничем не отличено. Просто он специфичен. В общем-то, на этом у меня. Все. Если есть какие-то вопросы, я могу постараться на них ответить. Другой вопрос. Первый из них я просто не очень помню, это классическая схема, которую производите. Это Бадью и не так называют это вообще в принципе так не делается. Все эти схемы именуются Бадью в основном, естественно, по создателю. То есть дидактическая по Платону, потому что он ее вводит. Аристотелевская классическая схема. Аристотелевская он ее не именует. Он ее называет классической, но, естественно, она идет от Аристотеля. И, соответственно, романтическая от ранних романтика. И ты понял этот вопрос как-то не странно может показаться Мюзелью говорить о том, что логическая схема она в какой-то степени прижит и подвет, чем другие материалы. Это может быть очень странно показаться, потому что она совершенно близка современного может быть в чем-то. Дело в том, что если решить романтическую схему ее трансцендентного основания, он находит иное основание для, так скажем, трансцендентной модели романтика. Да, он находит это основание в том, что он называет событием. И, в общем-то, в каком-то смысле оно тоже трансцендентно, другое дело, что оно не метафизично. Это же выпадение значит это то, что выходит за пределы наличествующего. В мысли Хайдегера поэтом он считал именно в общем деятель или конкретно с языком связывается. Да, так как я приводил из-за тату там он говорит вообще о структуре. Поэт в смысле художник. Художник опять же с большой богом. Ну, если скоро вопросов нет, то благодарю всех присутствующих, что выбрались непростое время на лекцию и надеюсь, что мы продолжим думаю примерно через месяц. Ладно, до встречи. Спасибо.